В город вышли крайне агрессивно настроенные люди. Самый главный человек, который вас собирает и координирует. У них есть, ну, типа, глава всего этого движения, и он их собирает, координирует. Они уже, он говорит им подготавливать смеси, там, биты, ну, короче, всё. Меня зовут Владимир. Я был показан по новостям. Во Фрунзенском РВД под пытками, под угрозами заставляли записывать материал на государственные каналы и, ну, хотели показать меня. Это всё неправда, это всё ложь. Я даже не собирался на митинг. Был задержан, идя домой, по пути домой, сотрудниками ОМОНа. Ну, меня меньше били, чтобы я был такой, свеженький. Всё было под угрозами. То, что моё лицо засветилось где-то в новостях, это всё неправда. Болкали, били, ну, там, понятно, что матерились, ну, оскорбляли. Дубинкой, кулаками, ногами, чем попадало. Больше в грудь и по голове. Ну, Бертин прилетело в голову и в грудь постоянно били. Хотели подписать меня, что занимаюсь наркотиками. Он сказал, ну, вот этого вы можете взять, типа, за наркоту его. Уложили лицом в асфальт и потом начали допрашивать. Ну, как допрашивать и сбивать? Твоё, не твоё? Спрашиваясь. Я говорил, нет, не моё. Сейчас узнаем, чё. Я отказывался. Они говорили, типа, будешь гнить в тюрьме. Сейчас, типа, придём, посмотрим какой ты. Всех повели в спортзал. Меня в него тоже возили. Мы там сидели всё время. Лежали лицом в пол, тоже все в наручниках. Весь спортзал, ну, все закованные. Кто сильно, там, голову повернёт вправо, чтобы не затекало того дубинкой. И там какой-то милиционер, ну, самый старший, наверное, он сказал, его не трогайте, он пойдёт, ну, навидел, что-то слышал, что-то типа такого. Составляли протоколы, говорили, подписывай. Ну, тогда уже всё в тумане, ты навиделся всего, там, крики, шум, там, люди просто орали. Некоторых видел, как просто волокли за наручники, получается, он потерял сознание и просто за наручники волокли. И приковывали к батареям, там, к перекладинам, ко всему. И просто сказали, подписывай, либо вон будешь как-то стоять. Потом поставили к стене, на целую ночь сказали стоять. Никому не давали спать, кто там падал, того поднимали дубинами и обратно вставили. Заставили нас стоять на коленях, головой в пол. Ну, кровь притекала, все там уже падали, теряли сознание. Некоторых, кто вставал дубинами и шокером били. И была женщина, скорее такая, и постоянно на всех, там, на всех... Она говорила, что работала то ли с малолетками, то ли с кем-то, там, ну, инспектор какой-то. И, типа, знаю вас каждого. Она даже какого-то мальчика увидела, ему было 17, его тоже били, там, ну, не важно какой возраст, какого ты полу, всех просто. Командир сказал, этого не трогайте, типа, он пойдет на видео. Держали милиционеры, именно милиционеры, потому что ОМОН стоял в коридоре, там, готовились со щитами, проходил. Ну, сняли наручники, сказали тоже что-то подписывай. Я что-то подписал, я вообще не видел. А потом сказали, считай воробушков. Ну, в грудь ударяли постоянно. Ну, ударов 20 точно было. Воды вообще не давали, в туалет говорили, ходите под себя. Те, кто ходил под себя, их били. Те, кто просил еще воды, тоже били. Потом приехали автозаки с ОМОНом. Всех начали грузить, и все просто молились, чтобы их фамилии называли первыми. Потому что стоять было невозможно, там, на рассвете поставили, там еще солнце даже не взошло, поставили. И уже солнце палит, и, ну, примерно часов, там ОМОНовцы говорили, что часа два дня, уже три. И нас тогда уже начали в автозаке грузить. А меня повели вот в другой кабинет. Там говорили, ты будешь говорить так-то, так-то. Вот, если не скажешь, либо поедешь за наркоту, либо застрелим, и тебя не найдут. И сказали, вот, как мы тебе сказали, так ты должен и сказать. Пришли журналисты, там была камера, помню, женщина сидела, задавала вопросы, и снимали. Я, получается, говорил, что знаю каких-то координаторов, знаю какие-то движения, знаю, что надо готовить, что брать, про наркотики что-то говорил. Но я этого сильно не помню. Потому что еще сознание было такое потеряное. Когда мы сидели в спортзале, там уже людей с краской привозили, именно красили с баллончика, и их еще сильнее избивали. Те, кто именно был с митинга. Помечали. Ну, помеченные это все считают смертью. Там девушки помеченные были, и их избивали не хуже, чем парни. Там была болгарка, ее заводили, и люди орали почему-то. Я этого не видел, но болгарка точно включалась. Женщина, вот, с каре, она взяла металлическую биту и по голове парня била, пока он не затих вообще. Слышал крики и видел, что она стояла с битой уже. И шла еще к другому парню. Продолжение следует...